Песох 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 Мы пользуемся либо хасалатом, либо хреном. Если мы пользуемся хасалатом, то бывает очень много насекомых, тяжело их очень туда устранить. И сегодня специальные, выращивают в специальных условиях, что там нет насекомых, и тоже там надо 5 минут хотя бы замочить, 5-10 минут замочить в мыльной воде, потом под струей воды помыть хорошенько, и тогда можно этим пользоваться. Надо сделать это заранее, до наступления праздника. Что касается яиц, у нас есть яйцо на пасхальном блюде, есть же яйцо в память о жертве, жертвоприношении праздничном, хагига, то что называлось, его не снимаю с него скорлупу. Почему? Потому что мы с вами тоже говорили на одном из занятий, что яйцо, которое без скорлупы прошло ночь, его потом запрещено есть из-за опасности для жизни, для здоровья. Поэтому, если вы вдруг не съедят во время пасхальной ночи, то оно потом надо будет выбросить, поэтому надо его оставить в скорлупе. В качестве памяти о жертве Песах пользуются кусочком курицы, поджаренным на огне, либо это берут крылышко, либо горлышко, либо ножку, и его прямо на огне, без того, чтобы варить, без воды, на огне его поджаривают, и его не едят в пасхальную ночь. Мы об этом поговорим. Надо это сделать, поджарить его до наступления праздника, потому что, поскольку его не едят, то это получается, что я вернусь не для нужд праздника, надо это сделать заранее. Харосит – это память о той глине, которую месили наши предки, которые были в Египте. Из чего ее делают? Написано в книгах, что я делаю из плодов, которыми благословена земля Израиля, прославила земля Израиля. То, что принято на самом деле сейчас сделать, это берут финики, финиковую пасту, натирают яблоки, кладут немножко туда корицы, добавляют либо вино, либо виноградный сок в память о той крови пролитой. И это все. Надо это сделать заранее, потому что если там надо натирать, что-то смешивать и так далее, это надо сделать заранее, потому что часть вещей в праздник запрещена. Если это в субботу попадает, то это… Тем более, если забыли это сделать, если в субботу попал кайцар на субботу, то режут довольно большими кусочками и не натирают ничего, и не размешивают так сильно. Карпас. Карпас – это надо приготовить кусочек овоща, на который благословение 100% создающий плод земли. Почему я говорю 100%? Потому что, например, такие вещи, как укроп, петрушка, другие, другая зелень, которая, в принципе, для вкуса, а не для еды как таковой. По некоторым мнениям на нее не говорят благословение создающий плод земли и желательно не пользоваться для карпаса. Зачем его делать? Для того, чтобы вдруг начинают до того, как есть хлеб, до того, как есть все остальное, берут кусок овоща. Как обычно это не делается, чтобы детям было интересно, чтобы они спросили вопросы, чтобы их внимание раздражить. Что берут обычно? Это либо морковка, либо огурец, либо вареная картошка. Этот овощ принято окунать в соленую воду. Соленую воду приготовить надо до наступления праздника. Если не получилось, то праздник в субботу не очень хорошо делает. Если не получилось, то надо сделать, чтобы не было там больше, чем треть соли. Если с собой на субботу, то до субботы любые пропорции можно делать, естественно. На стол желательно подать посуду самую красивую, самую прекрасную, которая только есть, чтобы это было ощущение свободы, радости, богатства и так далее. Завелание подготовить ашкенадские евреи пользуются белой одеждой. Китель тут называется мужчина, который ведет седр, по крайней мере, одевает его. Это знак тоже свободы. Его подготовить надо, погладить заранее и так далее. Сварадим, представитель северский, вообще не принято пользоваться кителем. Надо приготовить заранее Агадот, книжечки, по которым будут проводить этот пасхальный седр, чтобы в последний момент не искать призы для детей, которые будут отвечать правильным вопросом, чтобы их заинтересовать, чтобы им было весело и приятно. Самая главная заповедь этой ночи – это рассказ детям. Если нет детей, значит, взрослым. Многие вещи эту ночь делаются возлежа на левой стороне. Поэтому надо специально подготовить места, подушки для этого и так далее, чтобы это было готово заранее. Это блюдо пасхально важного момента. Оно стоит на столе, либо одно, либо перед каждым. Это у кого как ведется. Его надо тоже подготовить заранее. И расставить там все как-либо как. Есть такие, которые делают, как Аризаль. Это, как сказали, есть такие, которые следуют обычаю Рама. Есть, которые делают, как это в Ильске Геонского, Лагра. Каждый по своему обычаю. Это в Агадот, это все приводится. Кто не знает свой бычий, может спросить у своего Рамена. Вину, которым пользуются для четырех стаканов вина. Естественно, оно должно быть отделено от него. Трумуту Масрот. Должно быть кошерное на песах. Естественно, об этом не надо говорить. Желательно пользоваться красным вином. Если белое вино, оно вкуснее, чем красное, лучше, чем красное, то можно белым воспользоваться. Тем, которым тяжело чистое вино пить, он может его разбавить соком, когда вообще вино не идет никак. Или дети маленькие, женщины могут пользоваться соком виноградным. Итак, начнем по порядку, как это происходит и какие моменты тут определить надо. Кадеш. Первый это Кадеш. Человек, хозяин дома, он наполняет первый стакан вином и говорит кедуш пасхальный. Теперь, что касается вообще стаканов. Да у нас есть четыре стакана заповедь. Одна из заповедей ночи это выпить четыре стакана вина. Каждый в свое время тот, кто выпивает их просто один за другим, он не выполняет заповеди. Надо, чтобы они шли согласно порядку определенному. Каков этот порядок? Первый стакан это кедуш этого дня, освещение дня. Второй стакан это, мы говорим о году на второй стакан. Третий стакан это благословение после еды. Четвертый стакан, мы на него говорим аллель. Все эти четыре стакана, они выпиваются, возлежа, когда человек полулежит на левой стороне. То, что называется асэйва. Благословение говорят ашкиназы на все четыре стакана на вино. Сфарадим говорят на первый и на третий. Благословение после выпитя вина и ашкиназы говорят после четвертого стакана только. Когда я буду говорить о том, что надо возлежать на левой стороне, я говорю про мужчин у ашкиназов, а у ашкиназов, а у ашкиназов это и женщины тоже. Есть такие моменты, когда человек не выполняет заповедь, если он не сделал ее, не съел или выпил что-то, не возлежа на левой стороне. Об этом я упомяну в каждый момент отдельно. Итак, кто-нибудь из присутствующих наливает хозяину дома вино, чтобы это было почетно и важно. Он сейчас вышел на свободу, он важный человек. Он уже не раб, ему другие наливают вино. Итак, кто-нибудь из присутствующих наливает вино, стакан, вообще любой стакан, и этот, и все остальные должны содержать в нормальном состоянии для взрослого человека, который не хочет облегчать в этом 150 грамм или литров. Для кого-то тяжело, может пойти по более облегчающему мнению и воспользоваться 86 граммами вина. Выпить желательно все, если нет, то по большую половину. Благословение этого дня, кедуша этого дня, оно идет в следующем порядке. Говорят, сначала было следовательное вино, а Шерба Харбану говорят специальные тексты этого дня, говорят благословение, благословение священцев, что дал даже и до этого времени. Если это по исходу субботы получается, что Песах попал, когда суббота выходит, то говорят благословение на вино. Шерба Харбану, кедуш, потом благословение на светило огня, говорят о вдалу, и говорят благословение Шахьяну, что дал даже и до этого времени. Если Песах попадает на субботу, то начинают как в субботу сначала, и был шестой день, было вечер, и утро день шестой, и так далее. И включают вставку о субботе в кедуш дня. Женщина, которая уже сказала, как мы с вами говорили уже, что благословение Шадал дожит до этого времени, когда зажигала свечи, она не должна отвечать «Амень» на благословение мужа, который говорит это благословение. На все остальные благословения должны сказать «Амень». Следующее действие, которое делается, это рухац, делается омывание рук без благословения. Некоторых семерях только хозяин дома делает, некоторых семерях все делают. Берется, следующий пункт это карпас, берется этот овощ, окунают его в соленую воду. Овощ должен быть размером меньше, чем кизаи, то есть грамм 17, чтобы он был, не больше. В общем, говорится о благословении, создавшем плод земли, и надо иметь в виду ту горькую зелень, которую мы будем потом есть, морогу. И окунают его в соленую воду и едят его. Это в память о том, что карпас это самых, это 60 гематрия буквы самых, и парых это трудная работа. Это намек о том, что 60 тысяч, 600 тысяч евреев были, работали у египтян в тяжелой работе, и канают это в соленую воду, в память о слезах, и едят это, облокачиваясь на левую сторону. И тот, кто съел это, не возлежая на левой стороне, он не должен возвращаться и съесть еще раз. Здесь это только как бы изначально надо сделать, постфактум засчитывается ему. Далее, мы ломаем мацу, у нас есть перед нами три мацы. Мы среднюю мацу ломаем на две части, это называется яхац. Меньшую часть оставляем между двумя мацот полными, а большую часть мы убираем. Это будет у нас афикаман, принятая у кого специальную такую сумочку, которая для него специально сделана. Почему ломают мацу? Потому что, в принципе, бедный, так сказано, нуждающий человек, он ест обычно не цельную буханку хлеба, у него такого можно снять, но бывают обычно кусочки всякие. Поэтому это как бы, поскольку у нас написано, что маца это лехемони, хлеб бедности, то ее ломают на части. И кладут эту меньшую часть, которая сломалась у нас, как получилось, меньшую часть кладут между двумя целыми мацами. И принято, что дети стараются вырвать этот афикаман, то, что мы положили в сумочку, и потом они за какие-то призы, они его готовы отдать родителю, хозяину дома, чтобы он потом мог в конце, как мы с вами будем смотреть, в конце пасхального седера это едят афикаман. Дальше у нас магит, наливается второй стакан, начинают читать Агаду. Агадана написана в текстах. В принципе, было бы желательно не прерываться ни на какие разговоры, пока не прочитать все Агаду. Во время Агады можно добавлять там свои комментарии какие-то, спрашивать вопросы. Это самая главная, центральная часть этого вечера, это вот эта Агада. Да, все, что написано, все, что говорится о выходе из Египты, как можно больше, это очень хорошо, очень положительно. Надо, чтобы все понимали, о чем говорится. В принципе, по большому счету, может хозяин дома прочитать эту Агаду и рассказать, и все будут его слушать, и это засчитывается. Но желательно, чтобы каждый читал тоже. В принципе, надо, чтобы дети спрашивали вопрос, если нет ребенка, то жена спрашивает мужа, если нет, так, гость, друг. Либо, если человек один находится, и никому спросить, он сам как бы задает целиторические вопросы, на него отвечает, и идет по тому тексту, который нам написали мудрецы наши. Дальше происходит, после того, как закончили чтение Агады, выпили второй стакан, опять же, возлежали на левой стороне, делают омовение рук уже с благословением, берут эти три мацы, то есть две цельные и одну поломанную, которая между ними, говорят благословение о маце, который создал хлеб земной, кладут цельную мацу, нижнюю мацу оставляют на столе, верхнюю цельную мацу, и часть мацы, которая была посередине, она остается в руках, и говорится благословение, благословение Всевышнего, который светил на заповеди, заповедовал есть мацу. Это тот пункт, который называется в пасхальной ряде маца, а муце о маца. Когда мы благословляем на поедание мацы, благословение на заповедь поедания мацы, надо иметь в виду, что мы будем потом есть корах, то, что называется, бутерброд из мацы и горькой травы, и афикаман в конце, в конце нашей трапезы, надо иметь в виду, когда мы благословляем это благословение. Едят, после того, как сказали, эти два благословения съедают часть мацы верхней, часть мацы средней. Каждый из них, чтобы составлял примерно 27,5 грамм. Можно больше, имею в виду, чтобы не меньше. Тем, которые очень тяжело, могут взять 18 грамм каждого из них. Перед тем, кому нет трех мацот, он может взять только один кусочек мацы, около 30 грамм, и съесть его. Теперь поедание мацы должно происходить как можно быстрее. Желательно закончить объем мацы, который мы должны съесть за 2 минуты. Кому тяжело за 3, максимум за 4, но не больше. Если людям тяжело есть мацу, можно им ее заранее раскрошить на маленькие кусочки. Кому и так тяжело, значит, можно немножко смочить водой, чтобы это было более легче. Есть мацу следует, опять же, наклонившись в левую сторону. Если это не произошло, надо будет потом опять съесть кусок такого размера, такого объема, обязательно склонившись на левую сторону. Горькая трава, следующий пункт у нас. Мы берем тоже около 30 грамм, скажем, хасалата или хрена, кто как может выдержать, да. И едят, не облокачиваясь на левую сторону. Это уже у нас как бы не знак веселый, не знак свободы, а знак, наоборот, вспоминания о той горести, которая нас постигла в Египте. Его окунают в хоросы, это вот это вот сладкое блюдо, которое делают в память о глине. Они сбрасывают немножко этой глины обратно, чтобы там не было много ее, чтобы вкус горечи все-таки остался. Благословляют, специально говорят, благословение, которое заповедовал, благословенцы Всевышний и так далее, которое заповедовал нам есть марор и едят его. Когда мы говорим о благословении, надо иметь в виду тот бутерброд с мацой и с горькой травой, которую мы будем потом после этого есть. Кто не измерил эти объемы, то можно такую вещь сказать примерно. В маце, это тот кизай, который надо съесть, объем, который надо съесть. Если это машинная маца, то это примерно две трети плитки этой. А если это ручная маца, это как кисть руки, немножко с разведенными пальцами. Это примерно такой объем мацы, два таких объема надо съесть. А в горькой зелени, если это хасалат, то это, если это белая часть его, что называется, кочережка, да, то он примерно как объем нашего современного яйца. А если это лист, то одного листа достаточно, в принципе. Кому тяжело кушать горькую траву много, то он должен съесть как минимум 17,3 грамма, и этого достаточно. Кто может больше, то до 50 грамм, в принципе, это было бы хорошо, 30 грамм это средняя величина. Следующий момент мы говорим в память о храме, как это делал Гилель, старейший на Гилель. Он считал, что мацу с горькой травой ели вместе с жертвоприношением пасхальным. Мы все делали, как один бутерброд делали, сегодня у нас пасхальный жертвы нет, мы берем только мацу с двух сторон, и посередине кладем горькую траву, кунаем это в хоросы, стряхиваем немножко вот это вот сладкое блюдо, которое у нас есть в память о глине, и едим это, облокотившись на левую сторону. Здесь можно пользоваться очень маленькими размерами, объем мацы достаточно, чтобы это было примерно 9 грамм, горькой травы 17,3 грамма, этого достаточно. Дальше у нас начинается трапеза, праздничная трапеза. Надо, желательно, чтобы кто-то может так сделать, чтобы всю трапезу провести, наклонившись на левую сторону, есть, пить все с на левой стороны, кому это тяжело, значит нет. Не едят жареное мясо в пасхальную ночь. Принято кушать яйца, желательно съесть то яйцо, которое у нас было на пасхальном блюде, в память о жертвоприношении в праздничном хагига. Можно пить вино, хотя это будет больше, чем 4 стакана, но это не засчитывается как стаканы, поэтому как те 4 бокала, которые мы пьем, обязаны выпить, это как наше личное дело, кто может пить вино и не опьянеть, у него останется силы еще на 2 бокала, которые его ждут дальше, может пить вино. Надо есть так, чтобы осталось место на афикамаке, мы потом должны будем съесть еще кусочек мацы, после всего, чтобы остался в конце вкус мацы, и выпить еще 2 стакана вина, поэтому надо оставить немножко места, чтобы это не было такой едой, как называется хилагаса, то есть уже слишком, да, это уже будет нехорошо. После того, как закончилась трапеза, закончили, завершили, есть, берут цафон, то, что называется, тот спрятанный кусочек мацы, который мы вначале самым положили в этот мешочек, если это дети забрали, значит, надо у них это выкупить, пообещаем им какие-то призы, и берут из них, берут 2 кусочка, того размера, как я сказал, кизаев, если тяжело 2, то хотя бы 1, наклоняются на левую сторону и едят афикаман. Нельзя есть афикаман в 2 разных местах, то есть начать в одном месте, в одной комнате, пойти в другую комнату, потом доедать его, это в память о пасхальной жертве мы делаем, пасхальную жертву надо было есть именно в одном только месте. Почему 2 кусочка берут? Потому что один в память о маце, а второй в память о пасхальной жертве, которую во время храма ели. Надо закончить поедание фикамана, всего седра вообще желательно, ну, по крайней мере, афикамана до полуночи. Теперь полуночи у нас, в принципе, в последние годы это было что-то колебалось в районе 12-30 ночи, это может быть 12-30, 12-35, 12-40 иногда это бывает, но вот это в календарях это написано четко, нужно несколько минут как бы раньше закончить, чтобы это было по правилам. После того, как поели афикаман, кроме тех стаканов, которые у нас еще по обязанности мы должны выпить, мы, в принципе, не должны ничего ни есть, ни пить. В крайнем случае можно выпить воду или даже чай, но желательно этого тоже воздержаться, если человек может, если нет такой острой необходимости, чтобы вкус мацы остался как можно дольше. Есть такие, которые оставляют немножко афикамана, это афикамана, они носят небольшой кусочек и носят у себя где-нибудь в кармане. Написано, что это охрана такая от воров, а также от всяких нежелательных негативных явлений, всяких духовных, клепоту, что называется, согласно тайному учению. Следующий пункт у нас, это в Агаде, который это барех, это благословляют Беркат Амазон, благословение после еды, наливают третий бокал вина, говорят благословение, благословение на еду говорят, упоминают о Песах, естественно, потом говорят благословение на вино, и говорят, и в следующий момент начинается подготовка к следующему, к последнему, завершающему этапу, это аллель. Наливают четвертый стакан, то есть хозяину всегда наливают кто-то, говорится аллель, держа в руке этот четвертый бокал. Теперь вместе с четвертым бокалом наливается еще дополнительный бокал, который в этот вечер не будет выпить, это называется кос Ильяу Анви, бокал пророка Ильяу, его наливают, оставляют на какое-то время, это символ того, что подавно тому, как Всевышний вывел нас из Египта, мы верим и надеемся каждую секунду, что вот-вот придет пророк Ильяу и возвысит о приходе Машеха, будет построен уже третий храм, и мы будем уже на самом деле выведены из всех Египтов, которые были, и окажемся уже до конца на нашей земле. Итак, говорят аллель, полностью весь аллель, затем, после, после того, как завершили аллель, говорят благословение на четвертый бокал вина, выпивают вино полностью, ведь бокал склонившись на левую сторону, здесь очень важно вывести весь бокал, чтобы нужно было не воскликать благословение после выпития вина, надо это тоже, чтобы желательно закончить тоже до полуночи. Это не так важно, как закончить поедание афикамана, но тоже желательно, чтобы это было завершено до полуночи. Женщины обязаны, говорят уже этот аллель, хотя обычно они в аллели, как бы не обязаны, но в данном моменте, в этом аллеле да, поскольку все были в этом чуде великом, когда выходили из Египта. Этот бокал, который мы наливаем в честь пророка Ильяу, его не пьют, его либо закрывают блюдечком сверху, чтобы он не был открыт, и утром на него делают кедуш утренний, либо его возвращают в вино, перерывают обратно в бутылку с вином. Принято послать ребенка или самому, чтобы открыли двери, показать, что мы не боимся воров, не боимся никого. Это ночь, когда Бог нас особенно остерегает, и по этой причине, так мы обычно, когда говорим, чтение шма перед сном, там есть определенные предложения, довольно много их, в эту ночь говорится только шма и только благословение, что называется, амапин, чтобы был спокойный сон, и все. А все остальное пропускается, потому что все это нужно для того, чтобы Всевышний нас сберег, нашу душу и тело во время сна. Эта ночь, она сама нас бережет. Принято после того, как закончился пасхальный седер, как можно дольше бодрствовать с тем, чтобы рассказывать о выходе из Египты. Египта изучает законы, связанные с Песахом, из которых изучают песни, песни царя Соломона, которая связана с этим праздником. И чем человек, у него есть возможность это сказать, как можно больше говорить о выходе из Египты. Египта восхищается теми знамениями, теми чудесами, которые Всевышний по великой своей милосердии излил на нас, взял нас растертой мышцей и сильной рукой вывел нас из Египта. Когда было рождение нашего народа, когда мы по-настоящему стали свободными людьми, получили Тору, стали народом, и после этого вошли в землю Израиля, и вот-вот-вот почти это была полная гармония, приход Машех, если бы не наши грехи, это было бы, произошло бы тогда. К сожалению, тогда это не произошло, но это произойдет, мы это свято верим, мы это надеемся, каждый день мы этого ждем. И я пожелаю нам, чтобы тоже в этом году мы могли отмечать пасхальный седр в Иерусалиме, построенном храме. Как говорится, в конце седра мы поем в следующий год, в будущем году в Иерусалиме. Пока что у нас есть полное право, полная возможность и обязанность пожелать друг другу в этом году в Иерусалиме. Всего хорошего, хорошего праздника, до новых встреч, до свидания.